После достаточно страшной революции, которая страшной, ну и в хорошем и в плохом смысле слова, да, страшной, потому что погибли люди, но страшно хорошей по отношению людей к тому, что произошло в нашей стране, это революция чести, революция достоинства. Майдан это показал. За отсутствие единого реального лидера, он работал. И в местных советах, в том числе мэра народных, но депутатов, которые на местах, то есть я думаю, что после этого наши люди не забудут. Ну а если люди будут это забывать, то мне кажется, вот пресса как раз должна об этом постоянно напоминать. Природа, она не терпит пустоты, природа по... она как бы логична и гармонична. Вот если в ней чего-то не хватает, то оно каким-то образом возникает. Если в ней чего-то перебор, то это сразу становится очевидным. Более того, когда это становится очень очевидным, украинцы выходят на Майдан, у них такая традиция мировая, вековая. Поэтому я считаю, что если бы в Украине не было достаточного количества свободы на Майдан, вопреки всем проблемам, финансовым, экономическим, очень неплохо, и не просто сейчас в Майдане, то Майдан бы не существовал как таковой. При всех его издержках, при всех разочарованиях, при всех жертвах, которые понесли, при всем смутном будущем, это был очень важный период, невероятно важный период жизни. К сожалению, это произошло сейчас, а не в 91-м или 2004-м, потому что тот самый случай, когда можно пожалеть о том, что это не произошло раньше. Но Бозер все бачит, у него свои промыслы. Я считаю, что заслуга журналистов и журналистов именно свободных, головой, сердцем, душой и руками, кстати, тоже. Она чрезвычайно велика в том, что это ведь было, и ведь было все самое так. Украина существует сейчас только потому, что был Майдан. Если бы не было Майдана, у меня бы Украины, в принципе, уже не было. Или было бы это 5 кусков. Один кусков был бы уже частью России, другой кусок был бы отбачен нестабильностью и так далее. То есть, мы видели, как у Жириновского это есть то, что Россия готовила с момента прихода власти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.